Мама учит польский язык, только что такое отчебучила, что ты мне сказала? Я говорю, а хочешь цукерку? Мама говорит, что хочешь. То есть я говорю, хочешь конфету? Мама говорит, хочу. А я у мамы спрашиваю, говорю, мама, а кто тебе купил цукерку? Я говорю, чурка купила. А мама, представьте, по-польски дочка будет цурка. А мама говорит, чурка. Как начались мы думали, что она говорит, цурка купила цукерку мне. А мама говорит, чурка купила. Вот так мы учим польский язык. Сегодня у меня выходной, долгожданный. Жарю яичницу и огурчик у нас свежий есть. Всем так уж и приятного аппетита. Вот такая вкуснятина на завтрак у меня получилась с мамой. Яичница с тушеной картошечкой вчера тушили, помидорчик и огурчик. Мама мяса не захотела, она картошечку, а я картошку с мясом. Всем приятного аппетита! Сегодня у меня выходной. Нет ничего прекраснее отдыха. Выходной день, когда целую неделю, извините, пашешь, и вдруг выходной. Аж непонятно. Организм не понимает, что ему делать. А все болит от усталости. А у вас какие ощущения выходной? Любите выходные? Напишите, чем вы занимаетесь в свои выходные. Мы вот с мамой уже придумали чем, да, мам? Да, привет всем. Сегодня, кстати, извините, 13 градусов тепла, но такое яркое солнце, что мы зашли с мамой вот за остановку, потому что за остановкой не так ярко светит. Я даже очки одевала, что-то горло запершило. Папец, это, наверное, аллергия на кого-то. Не знаешь на кого? Красиво оформлена витрина. Посмотрите, стыковка неферба, да, предлагается кава. Супер! Сколько, сколько, насколько я хочу? Ой, как тебе красиво. Мам, что-то рассказываешь и всем. Да? Вот, сейчас мы едем за домашним молоком. Вот я уже сказала, мы его будем брать первый раз у женщины, у которой покупали сметану на клепаже. Она бывает только по субботам. С 7 до часу, по-моему, она стоит. Возле овощей. Действительно, домашняя продукция, домашняя сметана, жирная, жёлтая. У неё и масло есть домашнее, тоже жирное, качественное. А полтора литра молока стоит 15 злотых. Творог, почём вам? Килограмм 45, по-моему, или 60, а тут не помню точно, потом расскажу ещё раз. Всё очень вкусно, так что рекомендую, кому надо, именно домашнее. Мы сколько его не ели, да? Сколько не ели, потому что мы всегда дома покупали домашнее. Бабца, бабца, ты по молочко едешь? Ага. По молоко едешь? Скучила? Да. Любишь молочко? Нет, я люблю кашу, по-моему. Мы давно не варили кашу? Ой, очень, да. Она будет и манки купить, и сварить. И кисличек любишься своему такого молочка. Да. А мне если понравится молоко, мы у неё закажем 3 литра и сами сделаем сметану. Да. За кефиром, молоком. Ой, а сколько голубей, посмотрите, на солнышке. А сколько роз красивых, посмотрите, ребята. Ой, это моя тема. Пусть они уже и отцвели почти что, но всё же красота. Верю в то, что наступит мир, и у меня снова будет такой же прекрасный сад с мамой из роз. Да, мам? Да. Мира и добра всем нам, ребята, дорогие. На ту сторону перейти на рынок Новый Клеп, аж там гортензий, сколько красивых вдоль дороги. Да, бабки? Да. Смотрите, какая красота. Капустка по 5 сотых по 4, по 5 краснокочанная по 4 или 40 гривен за килограмм. Белокочанная зелень, нисколько всякой разной. Красота. Молодцы продавцы. Качественная продукция. Посмотри, какая красота. И вот такая вот капустка. Понимаете? Молодец. Это демисезонная. Оригинальная такая. Демоклеп ваша, очень красивая. Ну что, бабся, ты купишь молока? Нет. Почему? Забыла. На следующий раз сказала, позвони. Ваня мывила нам, что не мало молока, млека нашего. Все не поментала. Это значит, что не помнила. Сейчас мы пойдем купим молока. Мы взяли ее домашний телефон номер и дали ей свой, чтобы на следующий раз напомнили. Нам так каши не хочется. Как каши захотелось. Мы будем еще неделю ждать, потому что... Мы мечтали только по кашу. Да, наша каша. Мама говорит, не пойму, голубь замерз? Голубь, привет, ты замерз? На солнышке греется. Мои дорогие друзья, hello my dear friends, Польша Краков. Мама. Привет всем-всем. Ой, какая громкая у нас мама сегодня. Мы приехали на банарку купить орешки. У меня два выходных. Сегодня и завтра, как никогда. Да, в субботу и воскресенье совпало. И зайдем в любимый магазин. Еще что-нибудь вкусненькое себе купим. И покажем вам красивую одежду и обувь. По нормальным ценам. Пошли с мамой немножко перекусить, да, мам? Да. Прежде чем идти. Взяли с ней по пирожному. Да, мам? Да. Взяли бабочку такую. Вот такую корзиночку. С разными фруктами. Что здесь у нас? Ананас, апелье. Бензин, клубника, виноград и киви. А себе взяла эклер и взяли сок. Надо подкрепиться, да, мам? Да. Настроение себе поднять. Любимые наши с мамой фисташки. Обожаем эти орешки. В Польше мы к ним пристрастились. 65 злотых или 650 гривен за килограмм. Мы возьмем грамм 200, да, мам? Это выпачаю. 65, то цифра. А 5,49 за 100 грамм. Или 54 злотых, 90 грошей за килограмм. Взешиваем. Ищем циферку. 65, так, выехал чек на 7 злотых 36 грошей. 134 грамма. Трубочки почем посмотрим. По 14 злотых. Вот такие вот. Кстати, вкусные, да, мам? Да. О, ходила-ходила, только разделась. Наконец-то ты сварилась. Нет, нет. Я бы вам веду век. Мама яблок понабирала, да, мам? Да, слабкие. Да. И дешевых. Да, дешевых. Дешевых. Нигде таких нет. Везде по 5, по 6. Здесь самые дешевые яблочки. Другимая мамина капуста. Я не слушаю, она тут наработана. О, бабца. Уже вы делали? Раз бабца будет нести капусту, мамуся. В Ашане продается вот такая вот штука. Не пойму, что это такое. Первый раз вижу. Ребята, напишите, пожалуйста, в комментариях. Вы знаете, что это? Вот это вот имеется в виду. Это я знаю. Это имбирь. Вот чай добавляют. Он очень полезный. А вот это вот что-то написано, но я... Куркума написана и какой-то манек луж. Но я не знаю, что это. Вы пишите, пожалуйста. Продается также в Ашане гранат по 7,99, видимо, за штуку. Или 79 злотых. А вот какой-то манек луж. Да. И вану. И шикарные. Вот 2,29. А я таких хочу. Я с таких возьму. Мама растерялась. 2,29. Давай, кулечек. А где? В Ашане дешевые цены на мясо. Вот тут указана цена в грошах за 100 грамм. Вот, к примеру, вот эта часть курицы стоит 34 гроша или за килограмм всего 3,40 злотых грошей. Так. Курицы, 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 все, что хотите. Это по едному. Супер. Цена за курочку была 10 злотых за килограмм. Мы на 11 злотых взяли с мамой целую курочку. Бубника в Ашане на банальке суперовая. Пахнет 15,99. За вот такой кошек. Сколько в кошек, я не знаю. Очень ароматная и вкусная. В следующий раз возьмем. Это не моя тема. смотрите ребята какая здоровенная кастрюля стоит всего 176 злотых вес 3 килограмма 916 грамм без кастрюли это наверно я не знаю даже насколько на 20 литров что ли но 10 точно здесь есть и вот другого другие кастрюльки по 55 злотых вот такие поменьше 57 злотых вот кастрюлька еще меньше тяжеловастенький с прозрачными крышечками больше хэллоуин преподает на последний день месяца ну как и везде и это в этот же день празднуется день поминовения всех умерших покупают цветы ставят такие специальные подсвечники красивущие хризантемы по два злотых 59 гроша надо сейчас какие-то выбрать нет не доставай пожалуйста их к цветочке они горшочки очень близко друг другу надо осторожно чтобы две руки была свободна сейчас что-нибудь найдем и хризантемы по 22 злотых по 499 на желтые я люблю желтый цвет но я стала суеверной ну это тот цвет мне не нравится вот это симпатичный да какой красивый нос да это симпатичные сколько они стоят 499 пойдем 1 хватит ну возьми вот тут может мы подними его хочу посмотреть как он ну к себе а это а глаза на меня вообще тебя фотографирую с тем горшок тяжело держится она меня смотреть спасибо продаются достаточно высокие всего по 999 злотых елочки видите не выдерживают температуру или их не поливают аж под засыхали 12 злотых в день повиновения различные горшочки продаются с мамой покупки на борщ и перчик и горох взяли горошек и елочки СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА